Дорогие друзья, здравствуйте! Вас приветствует библиотека Гоголя. И прямо сейчас, в режиме реального времени, мы продолжаем наши эксперименты по исследованию имя Гоголя и исследованию каких-то новых культурных кодов, новых интересных вещей, которые нам нравятся. И сегодня мы пригласили поговорить про любовь и ваканализацию любви куратора, перформера, преподавателя Высшей школы экономики. Паша Микитенко, Паша, тебе слово. Спасибо за представление. Я, правда, честно говоря, не готов ввязать свое выступление с именем классика русского. Хотя наверняка, если хорошенько подготовиться, то можно было бы это сделать. Но тем не менее, все-таки я начну. Я вообще хотел поделиться своими соображениями по поводу любви. Такая тема, которая заставляет бросаться в краску меня самого и, возможно, кого-то и слушателей. Но что же делать? Надо же как-то говорить об этом. Замалчивать это больше не получается. Кажется, современные отношения строятся на том, чтобы больше обсуждать эти вещи. В этом есть свои плюсы. Я думаю, что их больше, но есть и свои минусы. Мы сегодня поговорим об этих вещах. Вообще говоря, проблема, понятно, что проблема, если современное общество берется за что-то, что-то начнет обсуждать и тщательно рассматривать, то это, конечно, всегда чревато его превращением в товар. Даже если у такого превращения, у всего этого процесса может быть и больше половинных сторон, но все-таки эта опасность касается и любви. Сегодня любовь становится все больше похожа на чем-то вроде услуги, которые обмениваются друг с другом и оказывают друг другу два соединенные алгоритма и алгоритмами сервиса знакомства тела. То, что называлось любовниками, возлюбленными, называется теперь партнерами. Нельзя не отметить экономическое происхождение, бизнес-происхождение этого слова. В то же время товары, многие товары, потребления рекламироваются с помощью сексуализированных образов, обнаженных тел, и в целом такая следовательница капитализма эмоций Ева Илуз называет то, что сейчас происходит в нашем обществе, таким двойким процессом. С одной стороны, речь идет о товаризации романтики, а с другой стороны, идет речь о романтизации товара. То есть товары начинают обладать неким ореолом романтики. Теперь нам, чтобы создать некую атмосферу, нам нужно, например, купить специальные цветы. Цветы – это такая древняя вещь. Не знаю, когда началась традиция с цветами, но это, кажется, не самый лучший пример. Например, нам нужно купить какое-то специальное одеяло с сердечком или подарить какую-то открытку, на которой нарисовано. То есть есть какой-то ряд товаров, которые создают для нас атмосферу, или призваны, по крайней мере, это делать. Мне кажется, они не очень хорошо с этим справляются. Но все-таки они призваны это делать, и это работает именно так для многих людей, что товары создают романтическую обстановку. Как ни странно. С другой стороны, сами отношения начинают тоже все приобретать в рыночный характер. Например, для того, чтобы пойти на свидание с кем-то, нужно, скорее всего, иметь некоторую сумму, потому что нужно покупать билет в музей, нужно заплатить в кафе еще, будет ставить вопрос, кто за кого заплатит. Это тоже важный аспект отношений. И вообще говоря, ну просто везде некие крючки рынка или аспекты рыночных отношений постоянно будут следовать за нами в нашей любовной жизни сегодня. И перед лицом этого процесса хочется задаться вопросом, если рыночная модель отношений становится основополагающей для отношений любовных, то значит ли это, что любовь теперь становится совершенно неотличима от неолиберального мира, неолиберализма? Есть ли как бы что-то иное в самых интимных переживаниях, которые мы испытываем, находясь в любви с кем-то другим, что не вписывается в неолиберальную модель отношений и выходит за динамику и правила так называемого брачного рынка, так называют социологи, вот эту сферу, где люди знакомятся и завязывают отношения. Вот такой вопрос стоит передо мной и перед нами в момент этих двух встреч, которые проведем сегодня и через неделю. Мне хотелось бы постепенно и не спеша ответить на него. Я тогда включу презентацию, чтобы это сделать. Сегодня мы поговорим об истории, вопросах. У меня созрел некоторый взгляд на эту тему, которую мы хотели с вами поделиться. Мы поговорим о векханалиях, как о таком историческом феномене и попытках его осмыслить, попытках его как-то обустроить, обжить разными деятелями культуры в российской истории, в интернациональной истории искусства. Посмотреть, как эта практика, эта мечта, эта утопия проявляет себя в истории XX века, конкретнее говоря, в истории субкультур. И таким образом мне хотелось бы очертить, что все-таки в любовных отношениях выходит за пределы отношений такого рыночного типа, которые все больше и больше интегрируются в нашу жизнь и подчиняют ее своим правилам. Затем мне хотелось бы сказать о другом, о том, насколько действительно любовь включена в рынок сегодня. И осветив эти два вопроса, то есть чего-то антиобщественного в любви и наоборот, насколько общество захватывает все, что находится в любви, и раньше казалось нам антиобщественным, или даже просто внеобщественным, как минимум. Осветив эти два вопроса, я хотел сегодня закончить с этой темой, и в следующий раз уже больше поговорить о современном положении дела и о разных проблемах, которые встают перед людьми в отношениях, и предложить некоторый современный взгляд на утопию, связанную с практиками в отношении любовного характера, и показать фильм, который называется «Армия любви», и который создан писателем и художником Ингой Нирманом. Я, кажется, сейчас забыл еще авторку указать. Мне вылетел из главы ее имя, к сожалению. Что же, остается еще раз свалить вину за это на проклятый патриархат. Но я буду сегодня продолжать, сейчас не буду искать, а перед тем, как представить фильм, я подробно о нем расскажу. И да, таким образом, поставив эту проблему в теоретическом области теории, мне хотелось бы закончить на том, как практически в области современной культуры люди отвечают на этот вопрос в своей жизни, как бы меняя свою жизнь, или пытаясь ее выстроить в соответствии с некоторой утопией, которая все еще содержится в любви, несмотря на изощренные, тончайшие механизмы рынка, описанные еще в 80-х Мишей Мфуко и в дальнейшем исследованные уже многими другими людьми. Итак, давайте начнем. Сейчас я запущу презентацию. Так, вот спустилось немножко не то, что я... Да, мой тезис такой. В любовных отношениях содержится нечто революционное, что можно обозначить понятием оргий или вакханалей. Вот такой тезис. Вот с ним попытаемся разобраться сегодня. И для этого я хотел бы... Для этого я хотел бы начать... Начать с того, что такое вообще любовь. Ну, понятно, что эта тема неисчерпаема, и я вообще не намерен даже пытаться ее исчерпать сегодня. Но все же давайте попробуем хотя бы затронуть несколько аспектов этой темы, которые помогут нам продвинуться в понимании нашей жизни, наших отношений и так далее. Ну вот, первая идея, которую я хотел бы развить, идея первой части моего выступления заключается в том, что сексуальность содержит что-то такое вот асоциальное и революционизирующее. И это как будто происходит во всей истории. Но давайте проясним сначала понятие, что вообще такое любовь. Довольно любопытная попытка определить это. Принадлежит Еве Илуз, которая я сегодня напоминал уже, в социологине. Исследовая нам, эмпирическое исследовательство, много берет интервью и занимается строгими социологическими исследованиями. В то же время привлекает очень много философских концептов. Такая современная наука, где философия сходится с эмпирикой. Тоже, кстати, под влиянием в целом, это сделал важную такую связь, сделал Фуку. И это действительно до сих пор дает какие-то новые, очень вдохновляющие результаты. Хотя, ну, конечно, критика всегда уместна. Но так или иначе, как определяет любовь Еве Илуз, для того, чтобы ответить на этот вопрос, она как бы сравнивает любовь и дружбу. Казалось бы, такие две близкие вещи, теплые отношения, объятия, вы проводите вечера вместе, выпиваете, танцуете и так далее. Но есть все-таки некоторые отличия, которые, возможно, и позволят нам ответить на, понять специфику любви. Во-первых, в любви, в отличие от дружбы, есть некоторые претензии на обладание телом. Ну, это кажется очевидно. Друзья обычно не занимаются любовью, возлюбленные обычно занимаются любовью. Но Еве Илуз определяет это таким образом, что в этом есть аспект претензии на обладание телом. Как бы в дружбе этого аспекта нет. И, возможно, с этим именно связана некоторая настойчивость, навязчивость, даже если угодно, которая иногда свойственна любовным отношениям. страдания, которые вызывают любовь. Еве Илуз написала книгу, которая называется Why Love Hurts? Почему любовь ранит? Ну, мало ли еще поговорим. Но это целая тема, да, для современных исследований, исследований привязанности в любви и страданий, которые с этим связаны. И как вообще к ним относиться, это еще большой вопрос. Ну, наконец, с любовью все-таки обычно связано отношение в паре. Дружба не так сильно связана с парой. Есть, как сказать, конечно, отношение полиамории, да. Но все-таки в основном люди как бы в любви находятся вдвоем. Это тоже отличает любовь от дружбы. Для того, чтобы придать некоторую, как бы раскрыть некоторый смысл, философский смысл в этом отличии дружбы от любви, прояснить, что такое любовь, Ева-Илус обращается к такой большой теме, которая в истории философии расположена, как бы в наследии Гегеля и касается отношения раба и господина. Признание. Вот как бы признание – это такая одна из важных потребностей человека. Не все, кстати, признают это, что признание так необходимо. Например, у Ницше была другая точка зрения на этот счет. Но Гегелевская идея отношения раба и господина очень интересна, очень позволяет нам, по крайней мере, если не найти последнюю истину, которая сегодня надеется ее найти, но прояснить что-то важное в нашем отношении с миром и друг с другом. Так вот, развивая эту диалектику господина, Евы Луз отмечает, что ну как бы то, что отличает человека от животного, отличает человека как вид, точнее говоря, как вид животных, это способность отличать свое желание от его объекта. Как бы отличать себя от мира очень четко. И как будто вот человеческая реальность начинается с того, что человеческое желание может извлечь себя из окружающего мира, чтобы разделиться на субъекты и объекты, на само желание и то, что желаем. Таким образом, человек это его желание. В этом смысле можно сказать, что желание, которое мы испытываем в любви, это желание желания. То есть, мы как бы желаем другого. Ева Луз, кстати говоря, о которой я говорил, представляет свою книгу «Why Love Hurts» на YouTube. Можно найти это видео. Да. Так вот, желание – это желание другого. Это такая формула Лакана, которая обобщает вообще смысл желания. Потому что мы, как будто в своем желании, всегда связаны с другим. Мы всегда желаем то, что ожидают от нас другие. Или мы даже определяем себя, как бы находя себя в зеркале другого. Но Ева Илуз привносит в эту формулу некий иной смысл. Она говорит о том, что когда мы, наше желание в любви связано с тем, что мы желаем как бы желание другого. Потому что именно желание другого является этим другим. Является человеческим днем. Иначе говоря, можно сказать, что мы желаем быть желаемыми. И это определяет специфику любви. Однако все же это не все. Есть еще один момент, который завершает эту экспозицию в тему любви с помощью этой диалектики раба-господина, признания. Любовь – это стремление к признанию. Но дружбы тоже. В чем же здесь различие? Согласно Евилу, различие заключается в том, что в любви очень силен момент борьбы не на жизнь, а на смерть. Это то, что Гегель является важным аспектом этой диалектики отношений, любых социальных отношений. Это как будто чтобы получить признание. Мы встречаемся в некоторой схватке, не нажимая на смерть с другим, чтобы понять, кто из нас раб, кто господин. Социальные институты снижают это напряжение и позволяют и смягчают эти формы. Но получить представление об этой динамике можно, наблюдая за драками детей, например, или за политикой. В политике иногда даже убивают. Политика – это сфера признания. И война. Короче говоря, этих встреч, этой борьбы не нажимая на смерть достаточно в нашем мире и в самых простых ситуациях, связанных с взаимоотношениями между государствами. Но в любви тоже. В любви тоже есть момент борьбы не нажимая на смерть. и, конечно, она носит более символический характер. Все-таки обычно никто никого не убивает в любви, хотя бывает и самоубийство на этой почве и убийство, домашнее насилие. В общем, это тоже большая тема. Но в основном все же речь касается о символической борьбе ненажези на смерть, которая касается не то чтобы символов, а самого желания. То есть в какой-то момент в любви мы теряем контроль и мы подчиняемся желанию другого. И иногда это подчинение настолько сильно, что мы готовы совершить самые безумные вещи, потому что мы не принадлежим себе. То есть мы как бы умираем как бы в мире желаний, в мире как бы борьба желаний. Вот о чем речь в любви. Не борьба как бы тел на жизнь и на смерть. Здесь какая-то другая динамика. Но это напряжение столь сильно, что и вызывается эти страдания, навязчивость, обладание телом дает о себе знать вот в таких радикальных формах, которые очень интенсивных переживаниях, которые вызывают любовь. Да, еще как бы есть важная тема для любви, которая касается смерти, потому что это такая тема любовь и смерть, такая классическая, тоже неисчерпаемая. Но мы уже затронули ее в этой диалектике. А есть еще немножко другой взгляд на это. Я вот перед вами сейчас цитата французской поэтессы 19 века. У нее есть поэма о любви и смерти. Она пишет о эфемерности человеческой жизни, о том, что все люди смертные и любовь эфемерна. Это как бы такой момент, такой как бы миг в жизни, который скоротечен, может быть. Кажется, что здесь вообще такого устойчивого любви. Так или иначе, в общем, насколько бы долго ни была любовь, все равно в некоторой сравнении с историей она скоротечна, как человеческая жизнь. И все же как бы и все же люди формируют бесконечную цепь и передают друг другу на бегу факел любви. Вот так она выражается о этой диалектике между любовью и смертью. То есть, как бы что-то эфемерное, как любовь, служит тому, чтобы соприкасаться или, как бы, длить историю, если не вечность. Потому что сегодня кажется, невозможно говорить о какой-то вечности, связанной с существованием человечества, кажется, наивным. Но история, история все-таки что-то довольно впечатляющее в смысле своей протяженности и как бы в сравнении с моментами любви. Но именно так они связаны. Кроме того, наверное, уместно в рамках нашей встречи осветить еще один аспект, который связывает любовь и смерть. И он как бы очень вытекает просто из-за этой поэтической фразы. Он касается того, что в любви мы как будто очень сильно идентифицируемся с тем, что происходит, потому что это интенсивные желания, и мы чего-то хотим добиться, чего-то получить, что-то пережить, и поэтому очень сильно отождествляемся с этим. В то же время в этот момент нами руководят какие-то очень глубокие инстинкты, которые больше связаны с жизнью рода, с жизнью человечества, чем с нашей собственной индивидуальной. И можно сказать, это уже в таком больше метафорическом плане, что реализуясь в любви, мы реализуем жизнь человечества, человеческого рода, а не свою собственную. Это какой-то парадокс, потому что именно с этим мы отождествляемся. Здесь есть несколько таких моментов связи каких-то разных полюсов любовь и смерть. Это два полюса, как казалось бы, нашей жизни, но они связаны. Я пытался показать, как именно. Чтобы проиллюстрировать проиллюстрировать этот тезис, я решил показать вам несколько фотографий Готов. Ну вот, Гот это такая субкультура, которая как раз очень убедительно демонстрирует эту связь в всей ее остроте. Казалось бы, да, можно представить любовь как нечто позитивное, как кинки-пати, не знаю, или там порно, или что-то просто удовольствие, но казалось бы, в этот момент она теряет что-то, может быть, самое важное, или свою большую часть. Именно смерть придает любви возвышенности, это переживание, эту эмоцию некоторого возвышенного, возвышенного сексуальности, как бы длит эта субкультура Готов. Да, это классические такой фоточки для Готов на кладбище, сексуальные наряды на кладбище. Да, любовь это желание желания другого. И она связана со смертью. Вот, а что же касается оргии? Дело в том, что этот мотив как бы чего-то такого по ту сторону, находящегося по ту сторону общества и затрагивающая две эти важные темы, которые человеческая культура всегда пытается как-то осмыслить, заклинает, как бы, да, пытается примириться за тем хаосом инстинктов, которые и страхами, которые связаны со смертью и сексуальностью, но кажется, что никогда не преуспевает в этом до конца. И все эти вот, весь такой экстрим как бы переживаний воплощается в оргии как в чем-то ужасном с одной стороны, а с другой стороны в чем-то, что связано с такой мечтой, такая фантазия, фантазия как бы такая любовно-политическая, можно даже сказать, которая преследует тоже человечество на протяжении многих веков, и это практика. Кому-то она покажется скучной, то есть я много слышал, возможно, люди, много слышал о том, что люди говорят, что это было очень разочаровывающе, девушки, конечно, говорят о том, что это было насильственно по отношению к ним, то есть это как бы на самом деле такая вещь, которая может в действительности разочаровать, но в некотором представлении и в мире идей, и в мире мечтаний она, кажется, прочно удерживается среди самых популярных фантазий, если так можно сказать. На самом деле оргия не такая простая вещь частый разговор о тех или иных явлениях начинают с античности ну, потому что, наверное, потому что вообще история и такая культура который такой простой период культуры, в который мы постоянно возвращаемся, чтобы что-то начать, о чем-то говорить. Такая привычка есть культурная. И в частности оборгии тоже можно начать это просто проще. Об этом уже упоминание оборгии раньше найти сложнее, чем... Короче говоря, оргию возводят часто к античности. Возможно, просто потому, что свидетельств более древних у нас нету. Ну, это не важно. На самом деле самое начало найти очень сложно. Но нас интересует не это. Нас интересует как бы что это было. Что это было как бы в античности. Ну, вообще, это были такие регулярные ритуалы, в которых... Целью которых было восстановление космоса. Нужно было восстановить космос, нужно было обновить его. И для этого устраивались такие как бы такие вот моменты излишка. То есть первый смысл, наверное, оргии – даже не сексуальность и не что-то более конкретное, а вот излишек как таковой. Как будто социальная жизнь для того, чтобы нам преуспеть в ней, нужно себя во многом ограничивать, подчинить разным ритмам, режимам, научиться делать разные операции и так далее, и так далее. И это лишает наши желания такой вот спонтанности и не дает реализоваться некоторым важным инстинктам и вызывает напряжение, которое и было сформулировано греками как необходимость восстановить космос. Не хочется вульгаризировать это выражение какими-то объяснениями, более прагматическими и материалистическими может быть даже. Хочется как раз услышать его полноту, услышать услышать все аспекты этой потребности восстановить космос. С появлением сельского хозяйства в Аканалии стали регулярными праздниками урожая. Это был такой способ встретить урожай, отпраздновать плодородие земли, вкусить ее плодов и предаться вот такому восстановлению космоса и восстановлению какого-то некой первозданности отношений друг с другом, слиться с миром в конце концов. То есть эти практики в истории имеют значение довольно такое ну вы понимаете очень полное. В то же время бывают конечно разные оргии тоже и оргиями называют все что угодно, все что просто можно оргия оргия вкуса как бы устроить, да, может так магазин даже назвать, ну и как бы будет иметься в виду, что это вообще классно, пожрали, ну в общем оргия это очень широкое широкое понятие и в общем ну в его полноте вот, да, я пытался его сейчас представить обратившись к античности, вот, но оргии бывают разные в том смысле, что иногда это будет такой неудержимый неудержимый как бы неудержимый поток даже агрессии какого-то сдерживаемых инстинктов, либо это бывает такой сложно организованный процесс, как это случилось в античности. Мы к этому сейчас вернемся, а прежде я хотел хотел вам еще показать еще один аспект такой утопии, которая связана с оргией и такой момент, который связывает больше эту утопию с искусством, с художественным таким как бы аспектом. Дело в том, что есть такая легенда, что театр начинается так, что собирается трупа, ну вернее, находятся участники трупы и прежде чем делать первую постановку, случается оргия. И это нужно для того, чтобы вот именно как бы инициировать труп, чтобы какой-то как большой взрыв, с которого начинается вселенная, так же с оргией начинается театр. После этого актеры могут свободно играть любые роли, изображать, исполнять, вернее говоря, самые разные отношения. Вы знаете, что актеры часто должны, не знаю, играть довольно интимные сцены или просто большие чувства, которые они друг друга испытывают. Все это становится как бы раскрывать. Это вот этот мир, как бы мир фантазии, мир больших переживаний, мир самых разнообразных отношений, игры, вообще актеры такие фабрики аффект. Все это раскрывается, конечно, с помощью актерского мастерства, многих лет тренировки, но и вот такого инициирующего акта в оргии. Я не могу сказать, что каждый театр начнется с этого, но у меня есть свидетельство о том, что это реальная практика в театральном среде. также говорит о том, что сорги начинаются в коммуна, вероятно, по схожим причинам. Ну, а вообще эта тема в культуре, она стала очень развита, получила продолжение благодаря Ницше, который описывал как раз два начала античной культуры, начало дионисийское, начало аполлоническое, и дионисийское начало, конечно, связано было с вакханалиями, то есть поклонением вакху и все, что связано с этим. Это вдохновило многих продолжателей. Давайте выслушаем Ницше по поводу что он вообще об этом всем думал. Вот он пишет, что во всех концах древнего мира, оставляя здесь в стороне новый, от Рима до Вавилона, можем мы указать существование дионисических празднеств, тип которых в лучшем случае относится к типу греческих, как борода этой сатир, заимствовавшей от козла свое имя и атрибуты к самому Дионису. Он здесь различает дикие оргии, где почти везде центр этих празднеств лежал в неограниченной половой разнурненности, волны, которые захлестывали каждый семейный очаг с его достопочтенными узаконениями. «Тут спускалось с цепи самое дикое зверство природы, вплоть до того отвратительного смешения сладострасти и жестокости, которое всегда представлялось неподлинным напитком ведьма». Поэтический язык Ницше описывает такие древние оргии, еще не облагороженные античной культурой. Но потом он пишет о том, что Аполлон и Дионис заключают некое перемирие в трагедии, в поэзии и театре. И после этого перемирия мы должны будем признать за дионисийскими оргиями греков значение празднеств, искупления мира и дней духовного просветления. То есть здесь мы видим опять эту тему сочетания такого космического действия с театральной постановкой, с драмой, с искусством и о некотором у греков оргии приобрели такое качество таких сложно организованных вечеринок, если угодно, если пользоваться современным языком, в которых театральные представления, музыкальные исполнения, пир, как бы и декламация, философский спор были частями вот этого процесса, потому что их задача заключалась в том, чтобы задействовать все органы чувств, то есть это полная оргия, в которой моменты сексуальности соседствуют с моментами очень очень разными другими. И это описание Ницше, Дионисийство, мы сейчас увидим, какое оно продолжение получило в российской истории. вот это изображение оргии классических художников, они обычно изображали их очень статично, театрально, и даже не театрально, плакатно, я бы сказал. Поэтому я не стал ничего кроме этого изображения вам показывать. Но вот у Пабло Пикассо есть классная работа, которая, кажется, более аргиастичная и даже немножко космическая. Что касается влияния Ницше на российскую культуру, то оно, конечно, неизмеримо, это еще одна неисчерпаемая тема, но я хотел остановиться на таком фрагменте, как башня Вячеслава Иванова, самый знаменитый литературный салон Петербурга середнего века. Ну, в этой башне собиралась такая богема петербургская, поэты, художники, философы, и Вячеслав Иванов, он был таким идеологом, идеологом символизма, такой довольно мощная фигура, философ, вернувшись из Парижа, закончив старшую диссертацию и приехавший, ну, как бы, осуществивший большое влияние на культуру символизма, у него были разные теории, одна из теорий, как раз касалась интерпретации нитшанской темы дионисийства. Впрочем, в эту теорию мы вдаваться не будем, я просто хотел сказать о том, что в этой башне Вячеслава Иванова практиковались оргии. Но описания на самом деле описаний немного и описания очень скромны. Есть единственное описание этой оргии, которое заключается в том, что все целовались друг с другом и как раз свидетель описывает, что кажется, никто кажется, я ни в кого не влюбленный, как бы не понял, зачем нужно целоваться и так далее. То есть есть какое-то недоумение и может быть часть разочарования, но у Вячеслава Иванова были очень далекие идеи. Они заключались в том, чтобы на основе дионисийства выстроить свой театр. Театр это даже не вполне правильное слово в данной ситуации. Не театр, а свой такой как практику гизам-куст-верг. такого тотального произведения искусства, которое включает саму жизнь. Вдруг приходя в этот салон, мы вроде бы не шли в театр, но оказываемся в вихре такого драмы, которая разыгрывается непосредственно среди нас и наших друзей в некотором сообществе, как в тайной обществе. Не было тайным на самом деле. В некоторой среде сообщества. То есть сама жизнь превращается в в искусство. То есть у нее появляется такой аспект драмы. Пробуждение драмы в самой жизни. У Вячеслава Иванова была идея построить общину. Общину будущего. Общество будущего на основе оргий. Но оргия, это кажется, слово звучит грубовато. Как и для его практик, как и для их практик, так и для нашего уха. Потому что в нем слышатся коннотации такого римского, римских оргий, которые были действительно разнузданными празднествами инстинктов. Изображение оргий довольно красочное вы можете найти в фильме для Кублика Каллигула. Это считается не крутые, не изысканные, вульгарные оргии в Риме уже. А Вячеслава Иванова вообще говоря, его больше интересовало, есть такое мнение, то есть никто не знает, что там было всегда. Есть свидетельства поцелуи, может было что-то еще, они очень много переодевались. Вообще это устраивал Вячеслав Иванов со своей женой Лидией Зиновьей Ивановой Ходко, еще Гипиус и Мережковский тоже участвовали в этом движи, такие прекрасные представители символизма. И вот у Вячеслава Иванова была идея Эроса невозможного. Он выражался так довольно туманно, но уже видно здесь какое-то напряжение между чем-то таким, сексуальность оказалась, оргия, и чем-то невозможным. То есть ему важно было вовсе не испытать более сильный оргазм. У него были как-то хотя ничего плохого прекрасно, но кажется, у него были другие идеи. Он хотел построить общество, как я уже сказал, и кажется, что есть мнение, что его больше интересовало оргия чувств, оргия встречи. Если выражаться таким языком, старым, то оргия больше душевная была, чем телесная. То есть больше оказалось эксперимент отношений, проникновенных каких-то встреч и контактов, в смысле поэзия. То есть как бы поэзия, искусство, театр. У них тоже был театр. И наверное он пытался во многом воспроизвести античные практики. У него есть огромные работы, посвященные античным янисистам. То есть он был такой исследователь серьезный, много размышлял об этом, много исследовал и пытался совмещать такой серьезный подход с театром, поэзией, экспериментом отношений. Вот как он писал об этом. Чтобы сохранить свою индивидуальность, человек ограничивает свою жажду слияния с беспредельным. Но самые ценные мгновения открываются в том созерцательном экстазе, когда нет преграды между нами и обнаженной бездной. Здесь слышны отголоски размышлений Ницше о дионистистстве, о полонействе. потому потому что для ницше это два начала. Полонейская связана с культурой, с попыткой заклясть силы хаоса через восприятие сквозь иллюзии, которые дарят нам сознание и наша индивидуальность, чтобы примириться с обществом и миром. И дионисистов противоставляло этому, дионисистское начало противостояло этому. И оно было связано с нахождением здесь сейчас, в настоящем моменте, с отказом от индивидуальности, от иллюзий, со слиянием с миром и с остальными. Дионисисты это такое действие, действие слияния с жизнью, где уже нет каких-то картин, схем, никакой меры, а полонействие связано с некоторой размеренностью и такой спасительными иллюзиями, которые примеряют нас с бессмысленностью жизни, придавая ей некий смысл. Ницше считал, что на самом деле никого смысла нет, единственный смысл это проживать ее в таком экстатическом впрочем, конечно, нельзя в целом обобщать идею Ницше, но это различие, по крайней мере, мне кажется, удалось прочертить, потому что они важны для дальнейшего разговора тоже. Есть еще один такой пример из истории культуры уже ближе к современности, хотя нет, наверное, к нему еще не буду переходить, я перейду к следующему примеру, у меня здесь нет слайдов, потому что об этом никаких слайдов и не осталось, одни письменные свидетельства, которыми я не хочу сейчас перегружать нашу встречу, но я хотел просто упомянуть о таком обществе, которое называлось Далый стыд, оно было в середине 20-х образовано и просуществовало официально два года, то есть оно было признано большевиками, находящими в силу власть в этот момент, и там фигура Радека, то есть Радек такой большевик известный, он был, поддерживал это движение, и вообще говоря, есть свидетельства даже очень сложно у меня неизвестно недостоверных данных у меня, то есть наверное возможно можно что-то более достоверное получить, сидя в архивах, но якобы не занимался настолько серьезно, но все, что можно найти в интернете кажется таким полудостоверным, но все же есть несколько источников, которые утверждают о демонстрациях, десятитысячных демонстрациях на центральных площадях Москвы и других городов там в Санкт-Петербурге еще несколько городов других демонстрации голых людей, конечно, об этом речь идет, обычно они ходили либо просто обнаженными, либо с такой лентой как бы поперек тела, в которой было написано «Долой стыд», то есть были такие манифестации как бы против ханжества, против буржуазной морали, против нуклеарной семьи, как ячейки воспроизводства угнетения, у Маркса есть такая идея в его трудении немецкая идеология о том, что разделение труда коренится в разделении на роли во время занятия любовью, то есть это очень глубокий такой взгляд на основу буржуазного общества и вот именно с семьей, с той моделью сексуальности, которая содержалась в представлении о семье в начале XX века и боролись вот эти вот это общество «Долой стыд» это было общество за признание тела, как оно есть естественно, к этому руки приложили футуристы, в связи с этим вообще практиками «Долой стыд» употреблялось такое словосочетание футуризм жизни и существовали кафе, где они где люди просто приходили обнаженными в кафе пили кофе болтали не знаю существовали еще были такие акции люди просто посещали метро не метро простите а трамваи заходили в трамваи как бы и вот голыми ездили и там ну были в обычном возмущении но можете представить даже сегодня такое в России происходит наверное масса агрессивных людей которые начнут сразу бороться за что-то за свои представления о том как устроен мир потому что конечно когда голые люди появляются в трамвае кажется что мир рушится если у вас нет какой-то привычки отстраненного взгляда на мир критического мышления и так далее то вам наверное может стать очень непосимым но так или иначе я помню я недавно видел какой-то видосик на ютубе где девушка в Берлине катается голой в метро и вообще никто не обращает внимания есть все-таки какое-то изменение которые прошли со временем и есть изменения конечно в разных странах по-разному реагируют на обнаженное тело но это такой очень яркий сюжет о том как как сексуальность себя проявляет именно в такой общественно-политической публичной в публичной жизни и в попытке повлиять на нашу форму восприятия мира на нашу форму осмысления нашего тела и я все это развиваю все эти все эти все эти идеи я развиваю для того чтобы показать что как бы подчеркнуть свой основной тезис о том что в любовных отношениях есть какой-то момент такой революционности нужды в преобразовании мира да и теперь я хочу перейти к следующему примеру он касается касается венского акционизма у Германа Нича был такой как бы театр порги и местей он устраивал акции вы можете посмотреть найти их в принципе можно найти в интернете без труда он тоже отсылал в этих своих практиках к дионисийству и он писал о том что мифологическое разрывание тела диониса воспроизводится в ритуале разрывания овцы и в акциях он использовал тела животных мертвые мертвые тела животных и акционисты могли не знаю просто купаться как бы в внутренних органах животных при этом совокупляться то есть как бы нас как бы даже как-то иногда так сказать я просто привык к этому относиться как к такому радикальному искусству вау вот они крутые а недавно я хотел продемонстрировать это видео такой аудитории неподготовленной подумал вот они могут просто испугаться жесткая такая вещь но так или иначе такое важное очень значительное явление в истории искусства и он интересно осмыслял осмыслял как бы эти акции то есть он хотел таким образом прикоснуться к к такому вот то что он называл жаждой убийства он считал что у человека есть жажда убивать такое есть как бы стремление которое подавляется всячески ну агрессивный инстинкт который подавляется агрессия который подавляется обществом потому что невозможно жить в обществе человек может убить друг друга вместо того всего это было бы ужасно но как бы что же делать с инстинктом он же не как бы нельзя его просто спрятать он считал что в этом есть причина причина как бы разных проблем психологических и значит эта ситуация требует какой-то чего-то вроде терапии и он видел нечто ценное в таком разрушительном инстинкте есть нечто ценное а именно именно стремление к интенсивности проживания нашей жизни наша вот социальная жизнь она размерена Фрейд в своей знаменитой работе недовольствия культуры писал о том что цивилизация заставляет нас совершить такой обмен развивал в духе экономики желания работу в том смысле что мы просто ну как бы вот совершаем выбор вместо того чтобы подвергаться постоянной опасности постоянно бояться быть убитым или изнасилованным мы как бы установим такие правила которые запрещают запрещают такое проявление инстинктов прямой нерефлексивное и это нам нужно чтобы проще было существовать мы как бы променим такие экстатическое существование непосредственно выражение инстинктов на отложенное удовольствие которое доставляет нам общество там не знаю вот хорошо мы сейчас совершим новые достижения на работе потом у нас будет больше зарплата и мы станем более сексуально привлекательными мы и в общем-то так и происходит в современном обществе на рынке на рынке замужеств все это действительно социальный статус и финансовый статус он как бы очень сильно влияет на привлекательность и общество как бы да вот отклад в обществе мы живем в некотором состоянии отложенного удовольствия но это это очень тяжелое такое очень тяжелое тяжелое состояние в том смысле что она может если мы никак не находим разрядки нашим инстинктом то они обращаются против нас и именно из этой проблемы Герман Нич видел выход который в участии в таких таких как бы акциях театр оргии и мистерии так он называл свой подход к искусству потребность в интенсивности которой сопровождается акт убийства должна быть вытеснена основополагающей интенсивным существованием воплощенной высокой чувственностью и максимально интенсивной любовью к сущему через акт экстатического и опьяняющего зрения кушать обонять слышать соприкасаться надо приобщиться к интенсивной и опьяняющей форме проживания бытия к состоянию любви свободному от репрессивных невысказанных архаических потребностей вот такое немножко нагромождение слов но все же он хотел прокричать свою мысль и он сделал это и он более того сделал это в смысле он сделал свои акции очень много сделал акций вот есть такое еще тоже мне показалось уместным продемонстрировать вам картину Дубоссарского винограда 95-го года праздник урожая потому что это такое ироничное да и уже под влиянием под летворным влиянием порно написана работа которая иллюстрирует для нас праздник плодородия который сквозь века сопутствует человечеству праздник урожаек вот можете представить как например это больше в античном духе бы выглядело еще бы могла сопровождаться театром философской беседой пишет но пишет здесь тоже присутствует ну в общем короче говоря это такая тема в культуре которая важна и мне хотелось бы еще как бы познакомить вас с еще одним взглядом на на оргию но я просто прочту несколько цитат оргия показывает лишь только то что сексуальность является ничем иным как определенного рода дистанции между телами как любые дистанции несут себе близость так и близости несут себе дистанцию если бы я должен был определить старый мир то я бы я сказал бы что это некая манера связывать аффекты и жесты аффекты и речи это некое воспитание чувств и как раз эта манера нам надоела если бы я должен был определить оргию то я бы сказал что оргия это всякий раз когда кто-нибудь начинает расстраивать связь между аффектами и жестами между аффектами и речью, и когда другие следуют за этим. Мы упражняемся в избавлении любви от всякого обладания, всякой идентичности, со всей одержимостью, чтобы приобрести, наконец, способность к любви. Вы видите, здесь оргия тоже является частью такого освободительного, революционного движения. Я продемонстрировал вам все эти примеры из истории, из искусства, из такой политической мысли. Последняя цитата – это часть памфлета, такого революционного. И для того, чтобы показать, что в оргии присутствуют эти аспекты такие космические, аспекты драматические, аспекты политические. Потому что в том, как мы обращаемся со своей сексуальностью, в том, как мы обращаемся со своими желаниями, а мы уже помним, что наше желание – это желание другого. Таким образом, то, как мы обращаемся с другим, все это в очень большой степени определяет тот мир, в котором мы существуем, то общество, в котором мы живем, ту среду, в которой мы общаемся и вращаемся, то, как мы празднуем, то, как мы работаем. В оканале – это, в первую очередь, избыток. Восполняющий космос после социального воздержания орги исследуют близости и дистанции между нами, позволяя прикоснуться к основам человеческого существования, любви и смерти, и возможность создать более справедливые, открытые отношения. Таким образом, я подвожу итог этой части, части, которая касалась понятия орги, с тем, чтобы, опираясь на это понятие, продвинуться дальше. То есть мы видим, что сексуальность действительно содержит в себе нечто, нечто, что располагается за пределами социального. Более того, даже в некотором постоянном споре с культурой, вот как Фрейд отмечает в своей работе, недовольство культурой, как такой момент хаоса, который всегда требует себе места внутри такого полонического размеренного существования. Есть, ну, Фрейд, наверное, знаете, что Фрейд тоже эту тему по-своему развивал, описывая инстинкты эрос и тонатос, инстинкты жизни и влечения к жизни, влечения к смерти. И как два таких противоречивых основания культуры тоже с большой вероятностью продолжаем ниджанскую тему, хотя Дорида нам объяснил, насколько Фрейд ревниво относился к философии, чтобы признавать источники, которыми он пользовался. И, наконец, я хочу эту тему того, как сексуальность революционизирует культуру, в особенности в 20 веке, и, может быть, только в 20 веке. Я хотел бы показать это с помощью обращения к тому, что французский социолог Мишель Моффесоли называет городские племена. Ну, это слово он придумал для того, чтобы описывать разного рода такие вот общности, которые образуют люди через общие места, общие какие-то культурные приверженности, общие просто времяпрепровождения. Вот Готы, например, являются городским племенем. Другое городское племя – это Панки, скажем. Есть городское племя – Долой-Стыд, например. Да, вот разного такого рода племена. И они, как бы, вообще говоря, вот эти племена городские, они появились в 20 веке под воздействием новой сформировавшейся социальной прослойки или даже класса, которым является молодежь. Молодежь как явление само по себе тоже достаточно молода. О нем можно говорить, начиная с рубежа 19-20 века, когда образование передается в руки государства, и молодые люди получают некоторый зазор между своей детской и своей взрослой жизнью. Мы сейчас не будем удаляться в историю и говорить о появлении детства как отдельного феномена, который в детстве появляется еще раньше. Остановимся на молодежи. И появление молодежи связано с тем, что у людей появляя в возрасте, в таком вот тинейджерском, когда им 20 лет, появляется несколько лет на то, чтобы находиться с людьми в таком же возрасте, как ты, получать все образование вдали от семьи, и еще не быть обязанным обществу постоянным ежедневным трудом ради поддержания своей жизни. И эти социальные условия, в которые погружаются молодые, в смысле возраста, люди в начале 20 века, образуют некоторый новый класс. И как каждый класс, появляясь, требует своего признания, так и молодежь, появившись, потребовала своего. Но если пролетариат требует признания через форму советов или форму партии, форму интернационала, профсоюза, то молодежь требовала и добилась своего признания через форму городских племен или субкультур. И в самой привлекательности субкультур, в том, почему вообще молодые люди стремятся к ним присоединиться, почему они порываются своим классом, со своим обществом, ради причастности к каким-то заблудшим, недостойным, порицаемым, грязным, неудачливым, но таким привлекательным своим товарищам, в этом процессе очень большая роль принадлежит также сексуальности. Я хотел показать вам, упомянуть для вас о стилягах. Есть такой фильм о стиляге, наверняка многие из вас его видели, я хочу показать вам небольшую сцену. Добрый день. Приветствую. Добрый день. Ой, какая погода. Чудная. Стоял в низкой дне. Да. Феденька, еда в холодильнике. Я там тебе приготовила твои любимые котлетки, салатик сделала, рубашечки чистые, глаженные, они в шкафу, те, которые для института. Сиди, занимайся, у тебя скоро экзамен и налегай на английский. Прошу, мам. Не глянь. Федор, ты когда будешь налегать на английский, пожалуйста, делай это не так громко, как в прошлый раз. Понимаешь? Окей. Вот, дело в том, что стиляги вообще получили распространение в СССР в основном через детей дипломатов и разных высокопоставленных чиновников номенклатуры. Потому что эти люди имели доступ к иностранной культуре, которой и была вдохновлена эта культура стиляга. Стиляги подражали. Но стиляги – это значит танцевать стиль. Это, в первую очередь, танец. И на самом деле, джаз, как бы, американский джаз, это стало известно в Советском Союзе благодаря голливудскому кино. И, вообще говоря, это была такая субкультура, которая противостояла, ну, как бы, серости. Послевоенная жизнь советской страны, она была очень серой, в том смысле, что просто, ну, как бы, не было никакой яркой ткани, все носили, я вообще не пойми, что после войны не было ресурсов, одежды. Все носили, что придется. А мода возвращается на советские улицы именно вот вместе со стилями. Но Алексей Козлов, такой саксофонист известный, еще написал свою книгу о муднеграунде музыкальном. Там есть глава, посвященная стилягам. Он был участником движения. И он его очень интересно описывает. Видите, сцена, как бы, с сексуальным смыслом. Давайте на ней остановимся. Дело в том, что он описывает, что это за, как бы, были вечеринки, да, стиляга. В том, что вот эти вот люди, которые, эти вот дети, как бы, высокопоставленных советских работников, они, в отличие от многих других, имели возможность устраивать вечеринки. Потому что большинство советских людей жили в коммуналках, либо в маленьких квартирах. Они, как бы, жили в больших квартирах, и когда их родители отсутствовали, могли выстраивать такие настоящие пати. Это была большая привилегия, которой они не применули воспользоваться. Что было на этих пати? Ну, люди, конечно, обменивались информацией. Потому что где же было взять информацию о последней пластинке, не знаю, там, Чарли Паркера, или Дизи Гелеспи, или где было узнать о новых танцах, или какой-то журнал прочитать о, не знаю, о моде, андеграундной в Америке. Ну, этого почти вообще не было в Советском Союзе. Но все-таки то, что было, можно было, как бы, вот, в основном получить. Только информацией можно обвиняться вот на таких встречах. Потому что, ну, вы понимаете, без интернета, и когда запрещена какая-то информация, то вы не можете обвиняться. Так вот, для этого служили эти вечеринки. Но, как описывает Алексей Козлов, все это делалось, конечно, для этого тоже, но в первую очередь, ради того, чтобы все ждали, когда вот уже, как бы, этот обмен произойдет, мы потушим свет, разобьемся на пары, и все займутся любовью. То есть, как бы, эти... Ну, это все очень понятные вещи. Это, как бы, в принципе, в идее, как бы, модель любой вечеринки, она, как бы, вот, содержит такого рода тоже горизонт. Но тогда это было просто в более яркой форме, потому что молодым людям было запрещено заниматься любовью до замужества. В особенности, конечно, это казалось девушек. Если было известно, что девушка занимается любовью до замужества, то она могла подвергаться оскорблениям, настракизму, презрению. И, в общем, это было довольно тяжелое испытание. И девушки, которые... Юноши-стиляг был намного больше, чем девушек, именно потому, что мужская полиандрия, она, как бы, менее порицаема до сих пор. Но девушки, которые все же решались демонстрировать свое причастность к стилягам, нося определенную прическу или более короткую юбку, они, как бы, подвергались серьезному давлению. Ну, парни тоже, но девушки еще большему. И именно такому вот осуждению, что они не только Родину, как бы, продают. Да, сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст. Это такой пропагандистский слоган на тех времен. Или, например, даже так. От сексофона до ножа один шаг. То есть, как бы, было такое давление. И даже при таком давлении, как бы, молодые люди все-таки находили возможность противостоять этому давлению, в сфере культуры и при всем таком, ну, как бы, как сказать, неполитизированности, да, как бы, движения стиляг, которые в основном интересовались даже не памфлетами, даже не, как бы, какой-то поэзией или музыкой, а просто танцами, да, как бы, танцами, слушать музыку, заниматься любовью, носить одежду. Все же это движение осуществляло свою-свою политику, свою, как бы, культурную политику и сильно повлияло на культуру и, вообще, на жизнь современного им города. Я просто показал этот пример для того, чтобы еще раз подчеркнуть, какую роль здесь играет сексуальность, которая подавляется, как бы, в общем, ради того, чтобы, как такой важный инстинкт, с которым довольно сложно совладать, который чреват разными конфликтами, разными, разными, как бы, ну, проблемами, да, потому что это сложно вообще контролировать. Вот еще один пример, это эти хипстеры. Первый хипстер, это в первую очередь, ну, американская молодежь, которая подражала джазовым музыкантам, и они носили такие вот костюмы. Я просто хочу тоже здесь в основном о них упомянуть, потому что в отличие от стиляк, у них был свой философ. Вообще, культура хипстеров, она была больше связана с музыкой и такими выходками, экстравагантным поведением, которое было свойственно для джазовых музыкантов из Гарлема. Но в отличие от стиля, которые тоже больше интересовались музыкой и танцами, был такой писатель Норман Мейлер, который уже в 50-х годах, когда вообще говоря, хипстеры привели с 40-х, то есть это движение не было уже самым важным, то есть она свою революцию уже более-менее совершила, передавая эстафету хиппи постепенно. Сначала битникам, а потом хиппи. Но как бы в этот момент у него был творческий кризис, и он уехал за город на природу, он там жил на природе, но тусовался с хипстерами и написал у них книгу, вернее, не то, что у них, он пытался дать им мысль, это движение, которое изменило культуру радикальным образом, это было первое движение, которое объединило белую и черную Америку, молодежь это сделала, был такой такой был как бы такой выпивающий момент, что джазовые музыканты 40-х, 50-х годов играли в клубах для высшего и среднего класса, но они не могли попасть в этот клуб в качестве слушателей, не пустила охрана, потому что они были черными, не положено было находиться в этом клубе, вот все такого рода противоречия и антагонизм как бы были в каком-то смысле разрешены впервые так интенсивно именно вот этой субкультурой хипстеров, ну, я пытаюсь подчеркнуть некоторую политику, тоже культурную политику, которая существовала эта субкультура, и почему я хотел упомянуть про Нормана Меллера, который дал мысль как бы этой субкультуре, этому действию, этой музыке, этому танцу, потому что он в своем памплете, который называется «Белый негр», совмещает эти мотивы, эти мотивы ну, такого фрейдистского недовольства культурой, после войны, когда после Хиросимы, после концентрационных лагерей на нацистской Германии, когда усиливается террор государства против инакомыслящих, Норман Мелли пишет о том, что человеческая жизнь теряет смысл, поскольку смерть потерял смысл, ведь мы можем умереть как просто как тараканы, на которых сбросили какой-то дихлофос, большую банку с дихлофосом, все как бы и эта смерть лишена какого-либо героизма, какого-либо смысла, но в этот момент и жизнь теряет смысл, и это обращает хипстеров к тому, чтобы жить моментом, жить как бы текущим моментом, кажется, здесь снова возникают эти мотивы нитши, нитшанские мотивы о денисийской аполлонической культуре, как будто Норман Меллер в связи с практиками хипстеров снова по-новому исполняет эту тему, заявленную нитши, при этом, как я уже сказал, мотивы Фрейда здесь тоже есть, подавление инстинктов и терапии, и Райх здесь тоже как бы вот с его идеей оргазма как такой терапевтической вещи, но в том смысле, что подавление оргазма у детей, мы знаем, что в XVIII веке европейский медицин была страшно озабочена анонизмом подростков и боролась с этим как с эпидемией, но как бы в то же время, ну, впрочем, это отдельный вопрос, мы еще о нем поговорим, но в этот момент как бы эти как бы процедуры власти, которые заворачиваются вокруг детского оргазма, они как бы оказываются очень подавляющие, очень согласно Райху, по крайней мере, очень травматичное влияние на последующую жизнь не только в сексуальной сфере, но в целом на общественную жизнь, даже он считал, что это дает возможность появления тоталитарных режимов, ну, возможно, он слишком сильно вообще, но так или иначе, он проводит эти связи между сексуальностью и фашизоидностью, да, это вот впервые он эту тему так широко заявил, вот, и все эти темы встречаются в этом памфлете и нишианство, и Фрейд, и Райх, и с тем, чтобы вот нарисовать это вот обращение во время такой социальной катастрофы, когда американская мечта, ну, как бы, дионисийская такая, да, она очевидно не работает для жителей Гарлема, а в то же время самый важный в культурный процесс, самый авангард происходит именно там и это раскалывает общество на этой части и часть общества выбирает такой вот дионисийский путь такого экстатического существования, есть джаз, где есть только текущий момент, где есть намного больше с анти-любовью, да, это вот снова здесь этот момент очень важен для, для, как бы, революционизации, да, культуры, революционизации общества, может быть, несколько цитат из Номана Мейлера, вот эта книжка, кстати, издана в гараже от Маргенена несколько лет назад, поймать волну означает коммуницировать, передавать свои сущностные ритмы другому, любовнику, просто окружающим людям, что не менее важно, ощущать при этом ответные вибрации, то есть кем-то на одной волне, значит, внутренне обогащаться, хипстер просекает это в том смысле, что невозможно постигнуть кого-либо или что-либо, не ощутив ритм внутренней вибрации объекта достижения. Да, он очень интересный посаживание в жаргоне хипстеров, и, кстати говоря, по стилях тоже, у нас остался, до сих пор мы пользуемся их жаргоном. Да, эта фраза призвана подчеркнуть вот такой раскол, который в обществе возникает между добропорядочными, как бы, аполлоническими, дионисийскими хипстерами, да, вот как раз тоже цитата, которая такое аргиористическое экстатическое существование было воздвигнуто Норманом Мейлером в статус такой духовной как бы просветления. Да, он как бы все это вместе здесь описывает, все это соединяет в таком своем, в своей мысли, пытающийся, да, пытающийся как бы постигнуть новое на тот момент движение, новую субкультуру, может быть, первую субкультуру в полном смысле слова. В целях самозащиты он привлек примитивность, он прибег к примитивности, жил в безумном, безмерном настоящем, жил ради своих загулов в субботу, вечером, в первую пирамиду духовой и более для него обязательных первых тела. Ибо джаз это и есть оргазм, музыка оргазма, прекрасного и отвратительного, того она стала в мятных сям. Ну, вот он фигуру психопата тоже разрабатывает. Ну, интересный памплет, хотя, конечно, он слишком романтизирует насилие, и об этом ему поставили на вид еще в 50-х, когда его книга вызвала жаркие дискуссии в американском обществе. интенсивное существование, причем он придавал такой тоже мистический характер, ну, здесь видны ноты Ницше, слышны, вернее говоря, и вот тоже прикосновение со смертью, которое дает эту интенсивность. Соединяется сразу мысль Германа Ницше тоже в этом памфлете, он как бы собирает все эти темы, такие вот, которые мы здесь затронули в связи с сексуальностью и любовью как революционной силой. Все эти мотивы сходятся в этом памфлете для того, чтобы нарисовать такое общее мировоззрение дионисийского аргиастического существования, где есть джаз только в настоящий момент, но есть и коммуникация, самая главная коммуникация, это такое индивидуалистическое стремление к удовольству как единственной цели жизни или, скорее говоря, полноте переживания как единственной цели жизни, к тому, чтобы всегда быть на волне, всегда быть, как перевел переводчик текста, нехилым чуваком, то есть как бы всегда быть, ну, как бы контролировать ситуацию, ну, как сказать, быть на высоте положение, что ли, вот это мировоззрение собирает себе все эти темы и рисует субкультуру хипстеров сороковых как такую непрестанную оргию, которая изменила американскую и вообще говоря, не только американскую культуру, потому что это первая субкультура, которая приобретает международный масштаб, бесспорно влияние хипстеров на стилях, например, и также на субкультуры в Германии, в нацистской Германии наряду с Гитлер-югентом существовало и свинг-югент, представьте себя, молодежь свинга, и во время оккупации во Франции тоже была субкультура зази, то есть как бы я хочу сказать, что вот это дионисиство здесь берет такой мощный реванш над опланистской культурой просвещенческой в 20 веке и это роль сексуальности здесь, конечно, невозможно не заметить. Вот такая обобщающая фраза, на которой я хочу закончить конкретно с хипстерами, с этим памфлетом Нормана Мейлера. Вселенная, которая концептуально мыслилась как факт, подлежащая объяснению наукой и философии, теперь предстает как изменяющаяся реальность, чьи законы переделываются каждую минуту и каждым живым существом, но в особенности человеком, как бы снова взошедшим нагрезившуюся средневековому сознанию вершину, откуда ясно видна истина, но не та, которая она постигалась вчера, не та, какой она ожидается завтра, а та, что открывается в переживаемом тобой вот сейчас, в данное мгновение, не больше, не меньше, в настоящем понятном, как вечное нарастающие движение. Понятно, что подобное мировоззрение не может ужиться с традиционными ценностями и будет оспаривать их. Эта фраза раскрывает, почему, почему субкультурам, почему этому новому классу молодежи необходимо прорывать со стороны ценностями, с ценностями отцов, потому что они живут в другом мире, где важны текущие моменты. Ну вот еще одна иллюстрация сексуальности, взрывной силы из истории готов. Bad Cave это такой важный в Англии эротический клуб 80-х, там писался Nick Cave, просто всегда приятно посмотреть фоточки готов. Я просто хочу сказать, что они наверное наиболее сексуализированная культура, которая себе эту тему любви и смерти очень ярко совместила вообще стандарт моды готической в Англии по крайней мере в 80-х это носить прозрачную верхнюю одежду без нижнего белья. Это такой наверное самый известный мне сексуализированный лук, который готы демонстрируют окружающим. И это тоже такая взрывная сила, которая двигает эту культуру вперед. Вот мужская мода не менее сексуализированная. Да, и вот я думаю сейчас переходи ко второй части выступления. Может быть правда удастся уместить ее в 10 минут. Давайте попробуем, иначе в третьей части у нас придется слишком много теории. Пытаюсь быстро. Да, такой тезис основной скорее даже уже антитезис, потому что если первый тезис заключался в том, что сексуальность содержит что-то вырывающееся из склада социального и является мощной революционизирующей силой, затянувшейся тезис. Антитезис звучит скорее так, как эта цитата, что сексуальность в то же время в 21 веке, в 20 веке уже нормализируется и перестает постепить к 21 веку, так точнее сказать, нормализируется и уже перестает представлять собой что-то вообще говоря отличное от миолиберального мира, который все интегрирует в себя, все помещает на рынок, все превращает товар, все измеряет денежной мерой, тем самым все уравнивает и лишает какого-то космичности, просто превращая оргию в кинки-пати, на которую запастую кто угодно, заплатив определенную цену и прикупив какой-то впечатляющий лук, он может прийти туда и вроде бы казалось предаться орги, но будет ли это чем-то похожим на восстановление космоса, я не знаю, я вот к сожалению еще не был на кинки-пати, к своему стыду даже, но не уверен, да, вот Фуко здесь важная фигура, он очень мощно оспорил тезис подавления сексуальности в культуре, он писал, что как раз например анонизма подростков, это тоже я сегодня перечитывал Фуко, и он описывает это как охоту на ведьм, такую новую инквизицию, которая изворачивается вокруг половых органов детей, но с другой стороны он показывает, что это на самом деле сделано не для того, чтобы искоренить это явление, ну вообще можно ли его искоренить, но если инцест, культура все-таки пытается искоренить и именно это ставит перед собой в качестве цели, то когда речь идет о попытке запрета детской мистурбации, это кажется вообще абсурдом даже в качестве плана, вообще такой план как бы развернуть, но тем не менее пишется много книг, разворачивается целая культура, если как бы мы не внедряем своим детям, 18 век, сейчас наверное все изменилось, слава богу, но еще в 18 веке как бы нужно было обязательно внушить своему ребенку вину перед этим актом, и если вы не внушаете, вы сами должны испытывать вину, чтобы так обращать своим ребенком, и вокруг это становится такой вроде обсуждаемый, серьезный медицинский проблем, в то же время конечно на них никуда не девается, он продолжает существовать, и более того просто вокруг него производится еще и разные дискурсы, разворачивается, и как бы создается специальные работы, которые обсуждают всю эту тему, речь идет короче говоря о новой власти, которая сменяет власть такого насилия и крови на власть, которая пытается контролировать удовольствие, и Фуко как бы оспаривает этот тезис о подавлении сексуальности, он отмечает, что ну да, нам действительно что-то запрещают, но например детям запрещают заниматься анонизмом, но с другой стороны ведь нас постоянно побуждают говорить о сексуальности, нас постепенно приучают более того, видеть сексуальности тайну нашего бытия, как бы, скажем, Аристотель в своей как бы никомаховой этике писал о том, что человеческая как бы, ну как бы, как сказать, реализация человека связана с его умом, да, потому что это то, что отличает его как вид, и, наверное, логично искать реализацию именно человеческого через реализацию того того, как бы, навыка, то есть способности, которые отличают человека от других видов. То императив истина 20 века наверное до сих пор заключается в том, что сейчас уже меньше, потому что даже асексуалы, люди, которые вообще отрицают сексуальность как-то важное, но 20 век проходит и начинается в 18 еще под под, не знаю, под лозунгом или скорее под тенью, в тени истинной о том, что именно в сексуальности находится наша главная тайна, и именно сексуальность может ответить нам на все наши главные вопросы. Здесь, конечно, влияние Фрейда невозможно переоценить, потому что он именно поместил все тайны человеческого существования там, в этом вот либидо и его превращениях. А Фуко говорит, нет, Фуко как бы отставил такой тезис против, он как бы оспаривал эту идею власти как чего-то, что осуществляется через подавление, исключительно через подавление, так было бы точнее выразиться. И он показывал, как власть побуждает нас даже к чему-то, побуждает нас к удовольствию, чтобы контролировать его. И сексуальность здесь становится новой ставкой в этой власти, в этой власти, как бы, в этом власти, сексуализированной такой власти, власти, которая происходит через управление удовольствиями. таким образом подавляется ли сексуальность? Вот Фукон не считает, что он не подавляется, он просто считает, что в момент подавления в современном обществе он неразовно связан с моментом контроля, наоборот, побуждения к этому. И это как с преступностью, но уже сегодня не верится в то, что преступность, что тюрьма, например, как институт, может добиться цели искоренения преступности, потому что как тюрьма возникла в XVIII веке, так она до сих пор существует, преступность меньше, ну как бы, как сказать, у меня есть статистики, насколько стало меньше преступности, но она не искоренена, и до этого вообще даже не видно. То есть тюрьма как бы это институт, который поддерживает себя. Это нечто подобное и с сексуальностью, которая вроде бы запрещается, но ради того, чтобы ее еще больше разжигать. То есть здесь такой есть иной тип власти, и в этом смысле можем ли мы еще вообще говорить о том, что сексуальность побуждается? Есть ли в ней еще какой-то революционный потенциал, если она теперь просто инструментализирована властью? Я уже начал сегодняшнее выступление с того, чтобы показать, насколько близок сегодня рынок и сексуальные отношения. Мы поговорим об этом еще в следующий раз, но как раз в связи с книгой «Why Love Heard» с Евой Луз. Но сейчас мне хотелось бы завершить свое выступление на том, чтобы познакомить вас с некоторыми идеями Антони Гидденса, который описывает трансформацию интимности в современном мире. И, собственно, то, что я хотел бы с вами сейчас вкратце рассказать, это идея о том, как модель, романтическая модель любви, для того, что любовь, это же не какая-то просто вещь, раз не всегда восстановленная. Современные исследователи постоянно подчеркивают разные модели любви, которые историзируют самые сильные, казалось бы, чувства, которые у нас есть. Они подвергают их историзации, чтобы показать, как трансформируется вообще на очень глубинных формах наше существование. У нас не подразумевание нашего самоощущения, которые действительно мы поместили в диспозитивы, поместили сексуальность в основание нашего самопонимания и самоидентификации. И что нам теперь с этим делать? Давайте для начала историзируем это. Геннадий Гиднес пишет о том, что вообще романтическая модель любви появляется в XVII веке вместе с возникновением романа. Это такое литературное явление во многом, которое позволяет примирить с одной стороны жесткие ограничения браки, жесткие ограничения экономического характера, которое связано с идеей брака, предшествующие с некоторым все-таки влечением и сексуальностью, которая приходит на аванс вместе с классом брожевазии, которая именно в сексуальности и в культуре некоторые связаны с работой о своей сексуальности, находит свое отличие от аристократии и утверждает свое превосходство над ней. И поэтому, конечно, сексуальность здесь становится важной ставкой вообще общественной жизни, дискуссии и в конце концов контроля. Если для брожевазии культура тела, культура сексуальности давала некоторые реальные преимущества в продолжительности жизни, здоровья и так далее, то чем больше брожевазии становится правящим классом и начинает задавать тон всем остальным и навязывать свои правила остальным, тем больше эта забота о сексуальности становится такой навязанной низшим классом, дискурсом, гигиеной, медициной. Ну, как сказать, я сейчас просто хочу сказать об этом аспекте репрессивности, который содержится в знании, который скрывал Фуко, но возвращаясь к романтической идее любви, хочется сказать, что это как бы такая идея, которая содержит в себе, которая сформировалась благодаря роману, как я уже сказал, это литературная идея, которая вместе с этим содержит такую важную экономическую основу, потому что в романтической любви на самом деле нужно думать о будущем, это проект, это одновременный проект и экономическое предприятие, в смысле, потому что речь идет о наследстве, передаче собственности, это все неотъемлемые атрибуты брака, но в то же время здесь уже есть и благодаря роману и всей этой интеллектуализации и поэтизации отношений, здесь есть такая большая мечта о слиянии с миром, романтическое, индивиды, мир, природа и космос даже возможно, и здесь есть в то же время такая идея, что мы находим себя в отношении с другим, то есть поиск себя самого и как бы эта модель она уходит постепенно, потому что во многом под действием того, что еще важные какие-то вещи хочется сказать по поводу этой модели, что она связана конечно с домом как местом интимности, то есть появляется домашний очаг как место такого интимности, это место, где определенным образом распределяются гендерные роли, женщина не работает, мужчина работает и как бы вообще-то говоря они поощряются сексуальные отношения вне брака, особенно это касается женщин, потому что они могут родить ребенка еще вне брачного, а что с ним делать уже непонятно, как передавать имущество, как уделить вообще собственность, и это создает проблемы экономического характера, и то есть как бы эта романтическая идея, романтическая модель любви, она совмещает все это, она как бы покрывает этим флюором, этим ореолом, даже литературой, она покрывает все вот эти экономические дела, экономического расчета, но с одной стороны ищем себя в таком акте слияния с другим, и мы сливаемся вроде бы с миром тоже, здесь есть такие генетические мотивы, но с другой стороны мы как бы при этом не забываем заботиться о наследстве, о передаче собственности и вообще рассчитывать как бы наше будущее, думать как бы калькулировать наши расходы и наше будущее, вот, но как бы эта модель, она все же очень сильно еще связана с экономической доминацией мужчин, конкретнее говоря с зависимостью женщин, мужчин, ей на смену приходит модель, которую Эбен Гиннес называется чистыми отношениями, и вот что значит чистые отношения, а это значит, что в отношениях уже, к этим отношениям уже не при, ну как бы он, в них уже не присутствует экономический расчет, то есть это отношение между двумя экономически независимыми людьми, и здесь речь идет не только об удовольствии мужчины, как, ну как сказать, добытчика, да, и главы семьи, но и о удовольствии женщины, здесь мотивом для отношений является не вот это будущее отложенное, такое счастье и экономическая зависимость, а является наслаждение, то есть отношения продолжаются до тех пор, пока партнеры, вот здесь это уже слово, появляются более, до тех пор, пока они доставляют друг другу наслаждение, когда наслаждение заканчивается, отношения тоже заканчиваются, и эта как бы модель, она вообще говоря, в ней большой очень освободительный потенциал, потому что она предполагает, что женщины освобождаются от власти мужчин, то есть их удовольствие становится более рефлексируемым в культуре, женский оргазм становится вообще чем-то важным, его обсуждают, его добиваются в конце концов, в большей степени, чем раньше, и как бы это как бы этот тип отношений, эта новая модель предполагает, что также мы избавляемся от страдания в некоторой степени связанных с любовью, потому что мы становимся более рефлексивными, уже потому что, поскольку не существует правил ни в обществе, ни в любви, каких-то таких установленных традиционных правил, которые мы можем следовать, мы должны постоянно переописывать себя, переизобретать даже себя, придумывать отношения, и Энтони Гидзи даже предлагает такую идею семейной конституции, которую пишет каждая семья для себя, чтобы определить свои права, какие вещи мои, какие твои, не знаю, что можно делать, что нельзя, какие чувства допустимые, какие действия допустимые, и так далее. То есть, эта конституция, конечно, это не та конституция, которая спускает нам премьер-министр, в виде такого универсального закона, который всегда находится в противоречии с частным действием. А это именно та конституция, которая постоянно перерабатывается теми, кто ее пишет. Это напоминает нам идеи таких коммунистических об конституции, предлагаемой не Бликартом в одной из своих работ. Конституция, которая постоянно переписывается с жителями с помощью разных процедур демократических. И это, конечно, такой подход может только свидетельствовать, потому что он приветствует, потому что он снижает насилие, повышает осознанность и обещает нам счастье в большей степени. Наконец Антони Гиннес отмечает, что если такая мужская политика разворачивается на площади, нам известны многие работы, которые возводят политику к античности, к античной площади, к агоре, к такому жесту, который совершается на ней. Я имею в виду Хануаринт. Но Антони Гиннес предлагает взглянуть на феминистскую политику как на политику, которая разворачивается в отношениях. Он предлагает взглянуть на отношения как тоже своего рода агору, точнее говоря, место политики. Это не агора, это не место публичной политики, это место интимной политики скорее, но которое является также очень важным для формирования общественной ткани. Говоря о Фуко, мы уже поняли, почему это так важно, потому что сама структура власти меняется и власть в большей степени теперь управляет желаниями и поэтому самоуправление желаниями, которое мы можем себе позволить в наших отношениях является каким-то очень важным элементом установления той власти, которую мы хотим иметь. едва ли я хотел бы здесь оспорить примат экономических отношений над обществом, в котором мы живем и разные повороты феминистского движения свидетельствуют о том, что классовые диспозиции продолжают вносить свои существенные коррективы в то, как осуществляется политика гендерного равенства, но все же не стоит недооценивать эту политику пола, политику интимности, на которой зиждется наше общество. Не знаю, в меньшей или большей степени, я бы не стал сравнивать речь не об этом, речь о том, что отношения, связанные с сексуальностью, сексуальные отношения, любовные отношения, в которых мы находимся, являются важным основанием для социальной жизни. И заканчивая свое выступление, хотел бы привести еще пару идей по поводу того, насколько важны отношения, любовные отношения в их таком социальном значении. Ева Илуса, который я уже упоминал сегодня, считает, что любовные отношения это такая практика, в которой мы черпаем основную универсальную энергию, которую потом можем проявлять в других сферах своей жизни. Это основная практика, которая нас подпитывает в нашем социальном существовании в том числе. С другой стороны, есть работа в 80-х годов на Пьере Будье «Мужская доминация», как она называется, простите, я сейчас может быть ошибаюсь в названии, где он описывает гендерное разделение на мужчин и женщин как матрицу любого насилия, любого несправедливости в обществе. Есть такой взгляд на социальную жизнь, который в основании возводит сексуальность, а не экономику. Я не готов делать выбор в каком-то одном из этих позиций. Мне кажется, что они скорее нужно грамотно и умело совмещать при анализе той или иной ситуации. И подводя итог, я бы хотел сказать, что мы видим, что в 20 веке сексуальность является революционизирующей силой в истории субкультур, в акционизме, в обществе Далуисты, в разного рода культурных проявлениях. Мы видим, что сексуальность революционизирует мир и обновляет культуру и предлагает новые формы радикальной, даже в новой форме жизни, мировоззрения, как это показывает памфлет Нормана Мейлера. С другой стороны, мы видим, что к концу 20 века сексуальность, кажется, теряет свой революционный потенциал, потому что рынок очень умело интегрирует ее. С другой стороны, больше экономическая независимость женщин также освобождает нас в большей степени от тех рамок, которые были погружены любовные отношения до того. И таким образом остается центральный вопрос моего выступления, а именно есть ли еще в любви что-либо, что выдвигает ее за пределы неолиберального модели отношений между людьми, двух экономических субъектов, которые калькулируют свои персональные выгоды, существует ли такой потенциал в любом отношениях, остается ли в них нечто революционное, и на этот вопрос я бы хотел ответить в следующей встрече. Спасибо. Павел, спасибо огромное. Мы на сегодня заканчиваем нашу встречу с Павлом Микитенко и зовем всех в следующий четверг на следующую лекцию, где Павел покажет фильм Алексей Каролинский и Инга Нирмана и продолжит лекцию дискуссию. Спасибо, что ты упомянула имя всех авторов фильма. Конечно, в следующей встрече будет не только показан фильм, она будет более короткая часть выступления. Фильм длится полчаса. Я в основном в следующий час расскажу об идеях современных исследованиях сексуальности, любви и аффективного капитализма. И потом расскажу об этом фильме, об этом движении армии любви и мы посмотрим кино. Кино с субтитрами и обсудим в конце этот фильм, который мне кажется очень интересным. Хорошо, еще у нас поступил вопрос от Яны Янько, что такое капитализм платформ, но было бы здорово вернуться к этому вопросу в следующий четверг. Да, хорошо. Спасибо. Счастливо. До встречи.